эволюционизм это то учение которое было предложено в 19 веке как альтернатива христианской концепции происхождения мира сейчас многие православные к сожалению испытывают заискивание перед этой концепции они боятся говорить о происхождении мира жизни человека так как об этом говорили в общем-то 19 да и все 20 веков христианской истории ты поэтому возникают некоторые гибриды из христианства эволюционизма и иногда эти люди довольно агрессивно навязывают свои взгляды остальным православным христианам как будто вот эта идея про происхождение человек там из обезьян на протяжении многих лет всегда было учением церкви что смешно и абсурдно люди которые так говорят они игнорируют фундаментальное различие эволюционного и христианского понимания происхождения мира жизни человека в чем это отличие фундаментальное потому что эволюционизм говорит что все произошло само собой эволюционизм это модель того предположения того как это могло бы произойти если бог в этом не участвует само собой в силу естественных процессов а то что нам рассказывает священное писание это то что бог сделал как чудо здесь в принципе не сопоставим вещи поэтому когда нам говорят мир не может произойти за там шесть суток мы не не такие как бы идиоты чтобы говорить что мир сам собой может произойти за 6 суток сам собой в силу естественных процессов говорит что мир может произойти это абсурд но мы не говорим что мир произошел сам собой, что его Бог сотворил, мы говорим, что это чудо Божие. И здесь, говоря о чуде Божьем, здесь вообще научная какая-то вот эта тематика, она здесь становится излишней, потому что наука не рассматривает чудеса, она некомпетентна о них высказываться уже в силу того, что она не предполагает существование Бога. Правильно ли я понимаю, что в этом смысле, конечно, возникновение мира материального, это проблема, получается, даже и не космологии, а это проблема теологии? Да, это сфера чуда. Если мы возьмем чудеса Христа, например, мы же их признаем грешной, их отрицать, это есть соборное постановление, что вообще чудеса Божие отрицать, перетолковывать, это грешно. Собор против Иоанна Этаала постановил, что это тоже является ересью и заблуждением. Но когда мы видим, как Господь исцелил слепорожденного, например, если этого слепорожденного после чуда показать врачам, они могут сказать, что у него все нормально было со зрением, никогда он не был. То есть точно такой же возникнет конфликт между наукой и фактом чуда, потому что этот факт не учитывается. И святые отцы тоже про действительно творение мира за шесть суток не говорили об этом как о научной теории. Они не подчерпывали это из какого-то научных представлений. Если мы откроем шестоднево Святого Василия Великого, Святого Амбросия Медиаланского, мы увидим, что там они защищают шестодневное сказание от представлений своего времени. Никакая античная наука не учила о творении мира за шесть дней. Это чисто христианское, взятое еще из Ветхого Завета, понятное дело, представление. Поэтому, конечно, здесь очевидна принципиальная несовместимость этих позиций. Если мы называем себя верующими в Бога людей, возникает здесь три простых вопроса. Первый вопрос. Бог может сотворить за шесть суток весь мир? Поскольку мы верим, что Он всемогущий, то да. Вопрос второй. Как описал свой акт сотворения мира сам Господь? Мы видим, как это описано в книге Бытия. За шесть дней создал весь мир, включая человека. И, собственно говоря, вопрос третий. Если Бог может создать мир за шесть дней, если Он сам говорит, что Он создал его за шесть дней, то почему бы нам не поверить Богу? Какой ответ стыдно перед миром? Если мы так скажем, над нами будут смеяться, мы будем выглядеть несовременными. Это сейчас так никто не говорит. И от нас отвернутся людям мир, века сего, и у нас не получится быть друзьями мира. Но, извините, у нас нет такой задачи. Потому что Священное Писание говорит, кто ищет дружбы с миром, тот становится врагом Богу. Эта ситуация одна из тех многих ситуаций, в которых христианин как раз таки может продемонстрировать, что для него более важно. Для него важно более признание людей века сего или для него более важна верность истине Божией.